В Туркестанской области ликвидировали преступную группу, известную как Сарагашские. Ее члены долгое время терроризировали водителей грузового транспорта на границе с Узбекистаном. У каждого дальнобойщика они вымогали от 15 до 50 тысяч тенге за проезд через пограничный пост. В случае отказа бандиты прибегали к угрозам и физической силе, а иногда разбивали стекла и прокалывали шины грузовиков. Оперативники вычислили всех предполагаемых членов банды. Всего задержано 13 человек. В отношении подозреваемых лиц в данное время проводится досудебное расследование в соответствии со статьей Уголовного кодекса Республики Казахстан 194-е вымогательство. В качестве вещественных доказать изъяты ружье, нож, деньги. И в данное время полицейскими областями проверяется причастность данной организованной преступной группировки и их другим преступлениям. Передовые технологии выращивания марихуаны применил один из жителей Алматинской области. Для создания необходимого микроклимата он использовал солнечные батареи. За счет этой энергии подпольная лаборатория дополнительно освещалась и отапливалась. В итоге злоумышленник-селекционер получал со своего импровизированного огорода неплохой доход. При обыске полицейские собрали богатый урожай. 47 кустов растений общим весом около 26 килограмм. Тут же находились и 295 свертков, а также два мешка уже готовой к употреблению марихуаны весом 8,5 килограмм. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статьям 300, ч. 1, 296, ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый в настоящее время во дворе он в изолятор временного содержания. 4 человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Авария произошла на трассе Карабутак-Костанай. По предварительным данным минивэн марки «Хонда» с армянским учетом выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате водитель и три пассажира автомобиля «Хонда» граждане Республики Таджикистан погибли на месте происшествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодняшний день подозреваемым доказано причастность к 19 эпизодам преступлений проводится расследование. Меры по профилактике предупреждений и раскрытия краж скота взяты на особый контроль. Грузовой автомобиль сгорел на трассе Ватерау. ЧП произошло вблизи станции Карабатан. К месту вызова были направлены силы и средства пожарных служб. Огонь был оперативно ликвидирован. При пожаре никто не пострадал. Выяснилось, что сгоревший автомобиль принадлежал гражданину Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин